В Китае до сих пор любят русские мелодии. Наших соседей они также берут за душу, как и многих соотечественников. При этом традиционная китайская культура для нас остается загадочной. Они очень не просто любят, а ценят и классическую мужу, и особенно русских композиторов. Когда приезжали наши, даже трансляция, ну просто видно было, что у них даже не слезы. Они вот плакали, настолько они прочувствовали, проникали. Но, например, китайская кухня многим россиянам полюбилась. То есть они не полностью мясные, но есть там лук, в общем так, для женщин. Пельмени китайские почти как наши. Тесто, мясо, бульон. Историки говорят, что из Китая они к нам пришли. Как и многое из традиций, которые сейчас кажутся нам такими родными. В 17 веке русские начали осваивать Сибирь и так дошли до владения империей Минь. Название страны образовано от имени династии, правившей государством на территории нынешнего Китая. В 1618 году тобольский воевода Иван Куракин отправил дипломатическую миссию в Китай во главе с томским казаком Иваном Петлиным, который впервые описал в своем отчете устройства жизни в Китае, традиции, обычаи и даже подробно рассказал про великую китайскую стену. И мы у китайских людей расспрашивали, для чего та стена сделана от моря и до бухар, и башни стоят на стене часто. И китайские люди нам сказывали, та-де стена введена от моря и до бухар, потому что земли. Одна земля мугальская, а другая китайская, и то промеж землями рубеж. А башни-де потому часто стоят на стене, как-де придут какие воинские люди под рубеж. И мы-де на тех башнях зажигаем огонь, чтобы люди наши сходилися по местам, чье-где место по стене и по башням. К самому императору Китая Петлин не попал, поскольку без подарков, положенных правителю, приехал. Но послание от него, разрешавшее русским купцам торговать с Китаем, получил. Именно с миссии Петлина началась история русско-китайской дипломатии. Российско-китайские отношения, они не отягощены историей. Наверное, вот такой вот более подходящий термин, что между нами нет исторических конфликтов, противоречий, которые бы тянули нас назад. Формирование границы между государствами – процесс исторический и не всегда простой. В случае с русско-китайской границей он продолжался 400 лет. Петр I ввел активную переписку с правительством китайского императора Каньси и заключил с ним ряд договоров о границе и торговле. А в мае 1896 года Российская империя и Китай вовсе заключили союзный договор о совместных действиях по защите от Японии в случае войны с ней. В 1913 году после свержения в Китае монархии Россия признала как государство Китайскую республику. Советская Россия, а затем и СССР продолжил сближение с Китаем, помогая народно-освободительному движению против монархистов. Во Второй мировой войне солдаты двух стран сражались вместе против милитаристской Японии. Советский Союз, ведь он освобождал Китай. Не войска союзников, не Соединенные Штаты, а Маджурская, это Маджоуго, это заслуга. К костьми легли просто советские солдаты всех националистов, и они освобождали это. И так помогли китайскому народу, континентальному Китаю, но в то время еще общему Китаю, освободиться от оккупации японской. Потом СССР оказал помощь Китаю во время Китайской революции 1949 года и создавал базовые отрасли промышленности и сельского хозяйства в стране. Идеи социализма и марксизма о справедливости, об общем благе для всех, очень органично легли на китайский менталитет. Общая идеология стала еще одним важным, объединяющим наши страны фактором. В 80-е годы, которые принято назвать эпохой развитого социализма, Советский Союз с его экономикой и социальной жизнью был примером в том числе и для Китая. Я вот помню, я в то время в Китае работал в 80-е годы, они на нас смотрели действительно как на старшего брата. Так называли Дагэ, там первый старший брат. Моя мечта – помогать бедным и нуждающимся, сделать людей во всем мире счастливыми. А это современное китайское аниме про Карла Маркса. Идеология, взятая как пример с СССР, жива в Китае до сих пор. При этом существует вместе с элементами рыночной экономики. О наших современных отношениях к растричиво говорит трехдневный визит в Москву генерального секретаря Компартии Китая Си Цзиньпин. Путин ездил на несколько дней, Си Цзиньпин приехал на три дня. Это показатель самых развитых отношений, вот когда приезжает на несколько дней. Во-первых, это гостеприимство оказывает сразу вектор своей внешней политики. Культурные центры Китая в России и России в Китае. Фестиваль национального искусства, сотрудничество в промышленности, торговля, которая за 20 лет увеличилась с 2 миллиардов до 200 миллиардов долларов. Небывалая популярность китайских автомобилей у россиян. Уже более тысячи автосалонов по всей стране открыто, из которых почти половина за последний год. Китайский язык становится модным в России. За 20 лет, по данным социсследований, число желающих его изучить увеличилось с 5000 до 56 тысяч человек. Эти факты не только говорят о глубоком партнерстве, но и поддержке схожих интересов друг друга.